Долой гендерное неравенство. Женщины тоже программисты. Как любительницы селфи приносят прибыль косметическим компаниям. Аська возвращается. Новая функция ICQ позволит соперничать с WhatsApp и интернет-форумами. Сегодня начинаем с восстановления гендерной справедливости. Кто сказал, что женщины плохие программисты? В общем, если кто так и говорил, то вот опровержение этого утверждения. Команда ученых из университетов Сан-Луис-Обиспо и Северной Каролины провела любопытное исследование. Респондентам предлагали программные коды и анализировали, как охотно они принимали правки в те или иные участки. Само собой, участники должны были разбираться в программировании. Ученые ожидали, что предложения о внесении правок в код, сделанные женщинами, люди примут менее охотно. Выяснилось, что, напротив, женские предложения о правках, наоборот, принимаются активнее. Правда, только когда половую принадлежность внесшего предложения пользователя нельзя моментально идентифицировать. Психологи и социологи пришли к выводу, что из-за гендерных стереотипов женщин-программистов оценивают не только по их профессиональным качествам. Однако такие стереотипы, как, впрочем, и многие другие, весьма неверны. И еще одна новость о женщинах и в какой-то степени для женщин. Поколение селфи приносит баснословные доходы производителям косметики. Компания L'Oreal отчиталась о финансовых показателях за четвертый квартал 2015 года. Продажи превысили всяческие прогнозы. В основном это связано с повышенным спросом на продукцию в США и Японии. В частности, объем сбыта средств для макияжа вырос на 10,9%, а средств для ухода за кожей на 2%. Продажи духов выросли на 6,2%. Топ-менеджмент L'Oreal объясняет это практикой публикации людьми селфи в социальных сетях. «Мы живем в обществе, в котором люди сами себя выпускают на сцену, и им для этого нужен грим», сказал представитель компании. В L'Oreal заметили такую тенденцию несколько лет назад. У «Синей птицы» дела плохи. Компания, владеющая сервисом микроблогов Twitter, отчиталась за четвертый квартал 2015 года. Ежемесячная аудитория составила 320 миллионов пользователей. По сравнению с предыдущим кварталом, этот показатель остался прежним. А ведь аналитики и инвесторы ожидали лучших результатов. Кроме того, ежемесячная аудитория сервиса за вычетом СМС пользователей даже уменьшилась. 305 миллионов человек против 307 миллионов за предшествующие три месяца. В компании оправдываются. Мы увидели падение в четвертом квартале, но сейчас показатели отскочили к уровню третьего квартала. Мы полагаем, что эта тенденция роста сохранится и в будущем. Однако это было не слишком убедительно для биржевых брокеров. И акции Twitter тут же упали в цене на 13%. Был достигнут очередной минимум – 13 долларов 75 центов за штуку. Гендиректор Twitter Джек Дорси увещевает. В 2016 году компания сконцентрируется на помощи разработчикам, безопасности, инвестициях в потоковое видео, а также сделает основной сервис более понятным для пользователей. Напомним, за последний год акции соцсети подешевели на 70%. Инвесторы крайне недовольны. Аська станет альтернативой форумам. Представители Mail.ru Group, которому принадлежит сервис ICQ, сообщили, что в мессенджере теперь есть возможность общаться в открытых чатах. Рассчитаны они на 10 и более тысяч человек. В приложении появилась витрина чатов. Список тем в них будет подбираться индивидуально на основе интересов и местонахождения пользователя. Пока создавать новые общие чаты могут только администраторы. Однако позднее любой пользователь может отправить заявку с предложением темы для чата на e-mail техподдержки. Вот выдержка из сообщений администрации Mail.ru Group. Можно обменяться мнениями по поводу сноса ларьков в лайв-чате Москва, обсудить новинки в чате мобильной игры, поговорить о спорте в качалке, договориться о совместной поездке или похвастать трофеями в беседе охоты и рыбалка, рассказать о своих приемах воспитания в молодых мамах. Отличная заявка на возрождение. А ведь многие уже и не вспоминают про старую добрую Аську.